всем привет сегодня у меня на обзоре и новая белая коробочка от компании zero tolerance это один из брендов концерна кай который собственно предоставлен магазином ножиков точка ру ссылочка на них и на нож из обзора будет сразу в описании к видео и в закрепленном комментарии и там же наконец-то парни будут скидочные купоны как ими пользоваться и на каких условиях тоже все описано там же в закрепленном комментарии и в описании к видео коробочки новые белые мы с вами уже видели и самое большое отличие что теперь это не built like a tank а теперь это всего-навсего premium materials и premium performance премиальные материалы и премиальная подача условно назовем так речь сегодня пойдет о модельки 357 вот такая вот моделька и давайте договоримся сразу если вы купили себе этот нож если он вам очень нравится и вы очень переживаете когда что-то кто-то говорит не то чтобы вы хотели услышать про вещь которую вы себе купили выключаете видео вам будет неинтересно для всех остальных сегодня разберем все особенности этого ножа весит данное чудо 123 грамма это стальные лайнера толщиной 19 миллиметра пластиковый бэкспейсер и две накладки из g10 черного цвета клипса у нас глубокой представляемая на левшу на правшу темлячные отверстия в общем все как у его братьев и сестер по бренду длина рукоятки 113 миллиметров самом толстом месте 12 миллиметров теперь по клину как я уже говорил система спидсейф система асиста подпружинивания и длина клинка все те же самые 83 миллиметра как у линка из них все 83 полезных 3 миллиметра в обухе финиш стоун вош достаточно грубый матовый серый при всем при этом 20 севи с заявленной твердостью 60 61 единицу и очень важный положительный момент сведения в 0.45 равномерненько везде по всей длине замок лайнер лук как я уже вам говорил 1.9 миллиметра и как вы понимаете распит сейф то это шайбы а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока далеко не убежали от характеристик данного ножа, предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с вами видим вот этот значок, такой в стиле какой-то новой республики и звездных войн. Это логотип, который говорит о том, что это доместик дизайн, свой собственный дизайн концерна Кай. И я уже много раз про это говорил и позволю себе напомнить. Уж слишком много этого одинакового дизайна стало в ассортименте Кершоу и Зеро Толеранс. Все вот эти 0707, все вот эти вот линки, 7777, 7777 и прочие-прочие модели, все как один имеют примерно один тот же клинок, примерно одну и ту же рукоять, плюс-минус то рукоять вытянут, то клинок вытянут, сделают туже, а все остальное примерно такое же. И самое главное, что вот эта грань между Кершоу и ЗТ настолько быстро стирается, что линк с этой же сталью стоит чуть-чуть дешевле, но на алюминии и при этом с такой же сталью. А здесь G10, лайнер чуть потолще, все остальное, ну, все то же самое, и при этом стоимость дороже. В чем прикол, так и непонятно. Теперь давайте конкретно по тем моментам, которые мне не понравились. Но для того, чтобы наглядно это все показать, я предлагаю сначала посмотреть на разборку данного ножа. Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще, когда я первый раз разобрал этот нож, у меня было ощущение, что вот эти вот лайнера сделаны вообще чуть ли не из алюминия, да, потому что они легкие, при этом смотрю, что там, ну, толщина такая не детская, все-таки 1,9 миллиметра. Да, безусловно, это плюс. Но это, опять же, спидсейв, это конструкция линка, это конструкция блюра. То, что здесь творится с осевым, вообще непонятно. Там такая тонкая стенка, просто фольга, что я когда уперся пальцем, что можно легко даже порезаться, да, что можно вот так вот прислонить, надавить, убрать, и у тебя вот прям может пойти вот так же кружочком кровь. Настолько она прям тоненькая там стенка, как лезвие, как знаете, это пробойник для кожи. Вот примерно то же самое. Сказать, что у ножа там какая-то супер выдающаяся механика, нет. Пружина здесь стоит мощнее, чем в линке, мощнее, чем в блюре. При этом здесь стоит очень тонкая бонка упорная. Для такой мощной пружины она прям реально тоненькая, что на том же блюре она там чуть-чуть может быть потолще, но по сравнению со всей вот этой конструкцией, с такой мощной пружиной, прям вот удивляет. Следующий момент, но это касается именно всего Zero Tolerance, а не конкретно этой модели. Это вот такого качества Stone Wash. Он настолько стал грубый, ни о какой там премиальности речь не идет. Смотрите, видите вот эти вот грубые царапины? Ножом вообще ничего не делалось. А их Black Wash в этом году прям удивляет. Вот нож вообще им не ковыряли, ничего там, может деревяшку один раз построгали, и при всем при этом вот так это как-то выглядит, что уж слишком все неоднородно и слишком уж похоже на БУ. Лайнер тоже достаточно жесткий. И еще один интересный момент. Этот момент заключается вот в этой G10. Она прям белесая. Пришел нож, ты его открываешь, он классный, все. Стоит тебе его один раз помыть, и у тебя она вот такая белесая. Этой проблемой страдают ножи Эмерсона. Она все время как будто пыльная. И вот сколько-то ее потом не три маслом, масло немножко вытирается, обтирается и появляются вот такие пятна, еще что-то. При этом она такая достаточно агрессивная. И вот посмотрите на волокна, которые здесь вот эти. То ли это G10 такая дешевая, то ли что с ней, я не знаю, с чем это связано, но все то же самое на ножах Эмерсона присутствует. Безусловно, есть у этого ножа и плюсы, которые заключаются в шайбах и которые заключаются все-таки в достаточно тонком сведении. Всего в 0,45. И это идет на пользу при его резе. Давайте я вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! В качестве итога могу поблагодарить Zero Tolerance. Спасибо вам, парни, что хотя бы не подшипник и хотя бы не стальной, что ограничились стальным шариком D-Tento. Сам нож концептуально или как-то по дизайну от того же линка не отличается. Единственное, что только ценой. По длине клинка все то же самое, по геометрии все то же самое. Может быть, ну вот чуть-чуть конкретно на моем экземпляре немножко другое сведение. Сказать, что он сильно удобнее в пользовании, тоже не могу, да, поскольку это все очень понятно, очень близко. Единственное, что, да, кого-то смущает скользкий алюминий на линках. Кому-то, в принципе, все равно. Но как модель сказать, что она удачная, я ни в коем случае не могу. Точно так же, как я и не могу сказать про там, что у нас за модель была. 307, да, по-моему, это вот продолжение 300 серии. Не могу сказать, что она успешная. Но, опять же, каждому свое, если нравится, надо брать. Но лично для меня, пока компания Zero Tolerance скатится куда-то вниз. Непонятно почему. Вроде бы домашние дизайны должны были эту ситуацию улучшить, но, видимо, это дело не идет на пользу. И сейчас, как они правильно пишут на коробке, для них главное перформанс, а не юзабилити. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. В магазину ножиков.ру большое спасибо за предоставленный экземпляр. Ссылки на нож, на соцсети ножиков и на скидочные купоны сразу в описании к видео и в закрепленном комментарии. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok